Уникальный случай по спасению 85-летнего пациента. Красота – это страшная сила. Круговорот выпускников в природе. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. На одной ступени со Сколково оказался Казанский федеральный университет. ВУЗ вошел в топ-10 рейтинга изобретательской активности, составляемого аналитическим центром «Эксперт». В 2022 году Казанский федеральный университет занял 6-7 место в списке лучших вузов по индексу изобретательской активности, разделив позицию со Сколковским институтом науки и технологии. Казанский федеральный университет продолжает вручать дипломы лучшим выпускникам «Альма-Матер». Подробности узнавала наш корреспондент. Казанский федеральный университет продолжает вручать дипломы лучшим выпускникам «Альма-Матер». В этот раз вручение проходило сразу в двух институтах. Институте информационных технологий и интеллектуальных систем и Набережной Челнинском институте. В Автограде торжественное мероприятие открыли выпускники, которые добились огромных успехов, как в учебе, так и на творческом поприще. Именно эти студенты первыми получили свои красные дипломы из рук директора Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета Махмута Ганиева и руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Фарида Салахова. В число лучших из лучших вошли 11 выпускников различных отделений. В этом году у нас очень большой выпуск, порядка 2200 человек с колледжем все вместе. И я думаю, что это будет новое вливание высококорфессионных кадров в экономику, в инфраструктуру нашего региона, Закамского, Набережно-Челнинского. И, конечно, я думаю, что ребята сделают себе хорошую карьеру, потому что диплом университета дает право и позволяет это сделать. Но мы не стоим на месте, мы идем вперед. Вот в этом году мы уже набираем две группы, два направления бакалавров и магистров в рамках передовой инженерной школы. Но я думаю, об этом мы в ближайшее время анонсируем и более подробно скажем. Ну а те, кто сегодня получает диплом бакалавров, конечно, я хочу, чтобы они продолжили свою учебу. Это не конец, надо идти вперед. И с удовольствием примем их в магистратуру. Удачи и успехов всем! Следующими свои дипломы получили выпускники Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Вручение прошло в обычном формате. На сцену поднялись самые выдающиеся выпускники и преподаватели, которые на протяжении всего пути давали знания, навыки и умение принимать нестандартные решения. Также заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Рустам Хидиатулин и директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Михаил Абрамский поздравили учащихся с началом новой главы в их жизни. Меняемся мы, меняется общество, меняется государство. Мир становится более цифровым. Очень надеюсь, что те навыки, которые вы обрели в ИТИСе, приумножите, соответственно, обогатите их дополнительно прикладными компетенциями. Могу только одно сказать. Добро пожаловать в эру цифровых профессий. Сейчас вы снова находитесь перед выбором, как и четыре года назад, но сейчас вы подходите уже более собранными, взрослыми, ответственными, компетентными, и вы получили большие возможности для того, чтобы совершать выбор, который вы хотите делать. Спасибо Министерству цифрового развития за поддержку наших талантов, за кураторство и за вовлечение нас в цифровые проекты Республики. Торжественная церемония вручения красных дипломов традиционно закончилась общей фотографией выпускников Казанского федерального университета. Дипломы, которые они получили, станут хорошим трамплином для их карьеры. Тагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюс. В моем городе такого не делают. С такими словами к врачам университетской клиники Казанского университета обратился 85-летний житель Новороссийска Генрих Котов. Об истории бывшего жителя блокадного Ленинграда и о том, как уже не первый раз врачи униклиники спасают жизнь пациенту, расскажет наш корреспондент. Генрих Александрович приехал на операцию в униклинику из Новороссийска. 15 лет назад он уже обращался к татарстанским врачам с онкологическим заболеванием. Тогда у мужчины диагностировали опухоль мочевого пузыря. Онкологам-урологам пришлось удалить этот орган и предстательную железу и провести реконструктивную операцию, воссоздать мочевой пузырь из тонкой кишки. С таким анамнезом врачи других клиник боялись браться за удаление конкремента. В лучшем случае прогнозировали полостную операцию. С почкой началось безобразие. Ну все, боли такие страшные, деваться некуда. И опять, Эдуард Фаридович, он говорит, ну ты там куда обращался? Я говорю, да вот анализы все сделали, все посмотрели, но говорят, мы тут ничего у тебя не понимаем. Я говорю, ну поскольку вы там у меня все на место положили, он говорит, приезжай. Я сел и приехал. Врачи университетской клиники смогли удалить камень эндоскопическим методом, не прибегая к полостной операции. Сложность метода заключалась в том, что такие камни легко убирать, когда есть свой мочевой пузырь, а когда он воссоздан из кишки, найти точку хода мочеточника крайне трудно или практически невозможно. Сейчас 85-летний житель блокадного Ленинграда Генрик Котов чувствует себя намного лучше. И уже не первый раз говорит врачам университетской клиники спасибо. Многолетний опыт работы врачей позволил найти устье мочеточника и раздробить камень. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. Студентка Казанского Федерального Университета Алина Гараева приняла участие в международном конкурсе красоты Miss Global 2022. Чем закончилось состязание, выясняла Маргарита Михайлова. Международный конкурс красоты Miss Global с 2013 года объединяет на своих площадках представителей из более 70 стран. Алина Гараева, студентка Казанского Федерального Университета, в этом году вошла в число участников состязания. Miss Global 2022 принял конкурсанток на Бали. Здесь на протяжении июня участницы посещали мастер-классы, принимали участие в благотворительных акциях и рекламных фотосъемках. Я завела очень много друзей. Особенно запоминающимся в конкурсе был для меня сестринский круг, который проводился каждый день, где участницы конкурса делились своими историями жизни. Это невероятно мотивировало и очень сблизило нас с участницами конкурса. Мы учились танцевать балийский традиционный танец. Это немного такое необычное, там больше движение пальцами. Также у нас был мастер-класс от мисс Селены Натальи Глебовой. Она нам давала советы, как правильно держаться на сцене, быть уверенной в себе и разные техники в разговорной речи. Алина признается, времени на переживания не было. В момент подготовки к поездке девушка досрочно сдавала экзамены и усиленно занималась английским, чтобы минимизировать языковой барьер с другими участницами и организаторами конкурса. По правде говоря, меня поразила культура, их необычный танец. Там чувствуется особая энергетика и атмосфера магическая. И у них особенная музыка на самом деле очень необычная. По итогам конкурса Алина вошла в топ-25 участников Мисс Глобал 2022. Помимо этого, девушка забрала с собой статуэтку за победу в номинации «Мисс Фотогеничность». Останавливаться на этом Алина не планирует. Уже этой осенью она полетит в Африку, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Планет». Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Русская химия знает сразу двух выдающихся Александров Михайловичей Бутлерова и Зайцева. Причем один преподавал у другого. О самом известном ученике Бутлеровской школы Александре Зайцеве в сюжете Амира Ахтямова. Александр Зайцев, русский химик-органик, корреспондент Петербургской академии наук, родился 2 июля 1841 года в Казани. После окончания Казанского университета в 1862 году он три года работал в лабораториях Кольбе и Вюрце. В 1871 году после защиты докторской диссертации Александр Михайлович был утвержден ординарным профессором Казанского университета. Ученик знаменитого ученого Александра Михайловича Бутлерова-Зайцев посвятил органической химии всю свою деятельность, являясь прямым продолжателем Бутлерова. Им опубликовано 38 исследований, более сотни, выполненные его многочисленными учениками совместно с ним или под его руководством. Разработанные Зайцевым и его учениками методы синтеза при помощи галоген с энкорганических соединений позволили получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных. В научной библиотеке Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского нам предоставили две научные работы Александра Зайцева. Это диссертации. Первая диссертация называется «О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двуатомной серы». Оно было написано в Казани в 1867 году. Вторая же диссертация имеет название «Диамидосалициловая кислота и некоторые ее соединения с кислотами». Данное произведение было написано в августе 1864 года в Марбурге. В 1862 году он окончил университетский курс с правом подачи диссертации на степень кандидата и на свой счет отправился в длительную научную командировку за границу. Он работал в Марбурге в лаборатории известного химика Кольбе, где выполнил ту самую работу о диамидосалициловой кислоте. Там же Александр Зайцев начал большую экспериментальную работу об окислении теэфиров. В 1867 году Зайцев защитил степень магистра химии диссертацию, которая называется «О действии азотной кислоты» на некоторые органические соединения двуатомной серы. Через два года Зайцев был утвержден доцентом и в 1870 году был утвержден экстраординарным, а через год ординарным профессором по кафедре органической химии и занимал эту должность до конца своих дней. Помимо своих научных трудов Зайцев воспитал много известных ученых-химиков. Среди них Вагнер, братья реформаторские, Арбузов, Канонников и многие другие известные ученые-химики. Скончался Александр Михайлович Зайцев 1 сентября 1910 года в Казани. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok